Владивосток гостей из Южной Кореи встретил приветливо. Яркое солнце и практически безветренно. Удалось даже запустить квадрокоптер и посмотреть на столицу Приморья с высоты птичьего полета. В первый день экскурсии журналисты медиахолдинга ABS посетили сопку Орлиное гнездо, Порошиловскую батарею и основные памятники российско-корейской истории. Очень важным для Владивостока стал 2012 год, ведь именно с него началось стремительное развитие территории и формирование нового Владивостока. И мы приехали, чтобы посмотреть эти изменения, а также снять ролики, чтобы рассказать о новом Владивостоке жителям Южной Кореи. Это будет интересно, потому что мы соседи и у нас общая история. А также это поможет наладить связи двух стран в таких сферах, как культура и туризм. Программа, съемочную группу ABS ждет насыщенная. Помимо достопримечательностей Владивостока и культурных центров, гости посетят Уссурийск, исторический парк Изумрудная долина, заповедник Земля Леопарда и заключительный день путешествия 24 ноября поднимутся на вертолете на гору Педан. По итогам смонтируют 10 роликов, которые будут транслировать на телеканалах медиахолдинга. Основная цель – это популяризация туристских ресурсов города Владивостока и Приморского края. Это в рамках государственной программы развития туризма в Приморском крае на 2012-2017 годы. То есть цель – показать Приморский край с лучшей стороны. У нас действительно есть что посмотреть. На этом корейские журналисты останавливаться не планируют. В следующем году они вернутся, чтобы снять уже не минутные видеоролики, а большой документальный фильм о Приморском крае. Надежда Арсеньева, Дарья Орлова, Александр Каноненко, Панорама.